Покупают продукт не потому что вы даете скидку, это как вопрос клиенту. Ваш же продукт покупают потому что он там качественный, потому что у вас хороший сервис, да, потому что вы профи на рынке. Вы же не даете 20% с маржинальности в 15 скидку, правильно? Не даем. Соответственно, нам же тоже нужно зарабатывать, потому что если мы не будем зарабатывать, какого качества мы вам предоставим продукт? Мы же не можем заменить, да, вот эту там титановую деталь, ну я образно говорю, да, на китайский пластик. Нет, потому что вы потеряете миллиард, и все, и клиент говорит, ну да, но если мы с вами провернем вот такую штуку, вы нам кого-то посоветуете или еще что-то там и так далее, то, собственно, мы этим самым заработаем и вам дадим эту скидку, и вы заработаете, и мы заработаем, все будут счастливы, и у всех будет максимально высокое качество. Да, но все работает. Это новый, по-другому, для этого типа клиентов. Ну, там тоже настолько, да, не очень часто эту услугу вообще кто-то использует. Какую? Ну, тоже в онлайн-маркетинге, да, то есть это не просто. Ну, мне вот нужно тоже понимать, потому что, что конкретно, вот там конкретно, это каким-то образом оптимизует работу, привлекает больше клиентов, приносит больше денег. Каким образом? Возвращает клиентов, позволяет заведениям использовать более простые, более простые слова. Сколько возвращает клиентов? Нет данных, потому что нет данных на рынке. Тогда принципиально, не знаю, возвращает 5% клиентов, а это с точки зрения понимания вашей сети, что у вас там 100 клиентов в день, на 100 магазинов, на 100 кофейн, там, например, в городе, если вы покупаете. Данных нет, потому что вы покупаете. Человек поесть. Умножили. И говорите, вот смотрите, мы провели исследование за вас, да, и у нас получилось, что на ваши 300 кофейн у вас там в среднем возврат, не знаю, там 15 миллионов в год. Вот такую фигню мы вам предлагаем. А дальше, и дальше вы уже будете жить с этим сами. Мы вам предложили, как заработать 15 миллионов. Принимайте решение. Понятно, что наша программа стоит не 15 миллионов, всего 700 тысяч, как бы, все и надо покупать. Мы решили, сначала посчитать, а потом уже поставить более нереальные цены. Да, вставьте хоть что-нибудь. А с точки зрения формирования, стоимость, соответственно, продажи, грубо говоря. Продайте тоже хоть что-нибудь. Да, продадим. Нет, ну в том плане, если это возвращает 15 миллионов, можно и за миллион продать. Да, а вы говорите, а у нас стоит 20. Да. Ну в 20 раз дороже, чем у конкурентов. Если вы спросите, почему? Ну это очень просто объяснимо. Вы обсудили то предложение, которое вам приносили? В нем были указаны цифры, которые вы реально получаете? Нет. А еще какие-нибудь выгоды? Нет. А еще что-нибудь? Нет. То есть кроме слов, ничего там не было. Что-то клевая штука, которой можно пользоваться, и, наверное, это захватит весь мир. Так все и делают. Да. Ну то есть вот мы говорим с клиентом. Он говорит, нет, какая-то хрень была, реально рассказывали какую-то чушь. А у нас? Сейчас, пожалуйста, вот так, вот так, вот так, вот цифры, вот результаты, вот показатели. Мы зарабатываем деньги. Конечно, потому что работа была проведена. Сюда можете купить за тысячу рублей, которые просто выбросить. У вас там этих кофейн, там, не знаю, там, 200 штук, умножили на 200, получили 200 тысяч убытка. Если вы покупаете за рубль, и это не приносит прибыли, это рубль убытка. Если вы покупаете за миллион, и это приносит 10 миллионов, это 9 миллионов прибыли. То есть вот и выбор. Человек, который занимается бизнесом, он не будет. Рубль убытка хуже, чем 9 миллионов прибыли. Однозначно. Таков бизнес. Все. Поэтому можно продавать дороже. Дороже всех. Потому что, естественно, а что вы думали? Неужели за тысячу рублей можно сделать нормальный продукт? Ну вот вы сами себе представляете, что может стоить тысячу рублей, если таджик зарабатывает 50 в месяц? Даже не таджики это делали. Кто это делал вообще? Можете мне объяснить? Китайские дети на уроках труда? И вы собираетесь свой бизнес развивать с помощью этого? Ну это бред. Поэтому у нас стоит 20, да. Потому что сработают профессионалы, которые там, 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 так далее, так далее. Потому что у нас есть цифры, показатели. Сделайте минимальный, он все равно это сработает. Если в этом есть какая-то реальная изюминка, это как-то работает, то да, это сработает. Пронесет минимум. Ну а вы получите хотя бы первые цифры. И в отличие от конкурентов, у вас уже будет опыт. Потому что у них его нет. Просто ходить один за другими, понимаете, к ним приходят тысячи людей, которые говорят, слушайте, а у нас такая штука есть, а у нас такая штука есть, а у нас такая штука есть, а у нас такая штука есть. Здесь в этом инкубаторе я еще знаю тех, которые знают такие клевые штуки. Две разных делают. И такая штука, и такая, и такая, и такая. А есть какие-нибудь показатели? Нет. Все говорят, ну и идите нафиг. Не продается. А когда приходишь, ты говоришь, вот деньги, вот показатели, вот сравнение. Все, они говорят, слушай, нормальная тема. Давай, все. Можно разбить. Раз в неделю платеж сделать, если вы там сомневаетесь. Да, то есть. Не 20 тысяч в месяц, а 10 тысяч в неделю, и все как бы и нормально, все довольны. 10 тысяч в неделю лучше, чем 20 месяцев. Естественно. А это просто фишка, как продавать. То есть, естественно, нет, вы можете купить за месяц, можно вообще купить годовой абонент. Вот. За 200. Соответственно, со скидкой. Да, купите на 10, но еще дадим скидку. Ну и вот-вот-вот-вот, как бы таким образом. Только не надо после этого говорить, ой, мы вам еще что-нибудь сделаем, если вы нам денег дадите, мы вам еще какую-нибудь хрень сделаем. Не, ну скажите, вот программа такая, там и так далее. Надо продавать, надо продавать, быть круче, чем другие. Пока другие сомневаются и пытаются, пытаются, это подход такой, мы не знаем, что сделать, вы нам подскажите, мы вам сделаем. А за то, что вы нас научили, что сделать, вы нам еще и денег дадите. Я его все время возмущаюсь, когда приходишь, дизайнером я такой был. Я говорю, нарисуй мне логотип, он говорит, приходи и рассказывай, что тебе рисовать. Я говорю, блин, да я еще и сам за тебя нарисую, мне Коралл с фотошопом выучить. Зачем я тогда тебе деньги плачу, за то, что я тебя учу курсом, как рисовать логотипы? Нет, я тебе вот свое видение сказал, сделай мне, не, я так не могу. И вот я с ним сидел, мне вот это не подходит, вот давай форму такую, давай тень добавим, тра-та-та-та-та-та-та. День просидел, он кого-то сделал, он говорит, все, заплати денег. Блин, как-то вот, вот достаешь их там, ну, я просто пообещал уже, да, ну, неприятно, но понятно, что с ними я больше не буду работать, не работал, естественно. Вот, то есть, и вот такой же подход, когда вы не знаете ничего, это такой же подход, научите меня и еще дайте мне за это денег, не пойдет, продайте то, что реально приносит прибыль. И тогда у вас будут деньги и дальше. Потому что конкуренты все равно не решатся. Ну, либо они когда решатся, уже будет поздно. Вы будете уже монополизировать этот рынок там в своей сфере и так далее. следующий этап, собственно, не будем углубляться там во все каналы продаж, перейдем, что такое пошаговый план действия. Каждый канал, он четко характеризуется действиями. А именно, да, чтобы вы понимали, у нас есть стратегия, то, что мы задумали, да, там выйти на рынок и продать, не знаю, там 30% всех там кофеин, да, там 100% предприятия, не знаю, там 10% того-то там. У нас есть тактика, это вот выбор способов, каким образом мы будем достигать вот этого результата. И у нас есть действие, это выглядит вот так, нет вот этого, да, не работает, почему я сказал, что должна быть вот эта цель-стратегия, нет, не работает. Соответственно, не выбрали тактику, действия бессмысленные, потому что нет связующего звена. Давайте что-нибудь попробуем делать, а вдруг у нас что-нибудь получится, и ух ты бах, случайно мы займем весь рынок, станем миллиардерами. И бывает такого, нужно хотя бы попробовать пройти этот путь, пускай он будет вот такой кривой, пускай он будет в 10 раз меньше показателей, но вы соберете конкретный опыт и скажете, ага, мы, стратегия у нас была, стратегия была нормальная, да, но, скажем, когда идет война, а стратегия это что, да, наука о войне, всегда есть проигравший и победивший. Тот, кто проиграл, он анализирует, да, когда там была там, не знаю, там война с французами, мы там сдали Москву. была тактика сдать Москву, выиграть войну, ну, мы потом в ответку взяли Париж, да, а действия были там такие уже там следующие, да, там формировать там, грубо говоря, там бить везде, там партизанскими отрядами, там палить деревни, чтобы им нечего было собирать, там и так далее, и так далее, и так далее, и вот в результате как бы стратегия была достигнута, война выиграна. То же самое и здесь, так вот, сами действия мы прописываем пошагово, как нужно действовать, если мы там берем холодные звонки, то это первая, да, там, например, составляет база, она должна понимать, а что это за база, какие-то предприятия, кому мы звоним-то, да, там, например, что за это предприятие, кто ЛПР, какая цель звонка, какое количество, да, какое должно быть качество, то есть у нас цель, например, назначить встречу, вот сколько назначенных встреч, это качество, позвонили сто раз, назначили ноль встреч, ноль качества, позвонили сто раз, назначили семьдесят встреч, семьдесят процентов качества, но оно должно быть определено, правильно? Нет, этого как бы не работает, потому что сделали меньше, мы начинаем, например, вот в этой точке, мы тогда начинаем понимать, если у нас в результате вместо миллиона рублей 30 тысяч получилось, то мы потом бежим в обратную сторону и понимаем, проверили, ага, что было верно, это наши клиенты, так, все, хорошо, кто ЛПР, правильно был определен, это был, не знаю, техник, директор, там, не знаю, HR, там, и так далее, там, слабовидящий человек, все, определили. Дальше смотрим, по количеству правильно поставили? Нормально, да, там, не знаю, там, 70 звонков в день, там, 100, там, не знаю, 250, там, как в вашей сфере, потому что, например, там, на завод звонить, там, не две минуты разговаривать, правильно, там, нужно объяснить, там, перейти, пока, там, ой, подождите, сейчас мы там найдем того, да, там, ну, то есть, меньше просто само по себе, то есть, это нужно тоже понимать, как бы, саму технику. Дальше, определили качество, и, вот, смотрим, например, в качестве хромаем, мы там ставили 70%, а оказалось, что всего 2. Посмотрели, да, проанализировали, подумали, а может, ну, проанализировали, нашли, в чем, как говорится, пробоина. Проанализируют тактику, значит, может, мы используем неправильный канал продаж, потому что он нам приносит там ниже себе стоимости. Поменяли тактику, расписали следующий алгоритм действия, да, может быть, мы время неправильно написали. Время по-разному, время само выполнение и время, например, работы. Мы там начали работать, грубо говоря.